Это 16 Meizu. Наверное, самый запоздалый видеообзор, хотя это даже не видеообзор, а отзыв о смартфоне, потому что есть на то причины. Я не знаю почему, но мне с сэмплами компании Meizu никогда не везло и в этот раз не исключение. Ко мне всегда попадают образцы предпродажные и у каждого предпродажного образца Meizu, которые попадают ко мне в руки, есть какие-то проблемы. То есть для того, чтобы понять, что это за смартфон, мне приходится, скажем так, визуализировать и немножко додумывать, как смартфон будет работать на релизе. Вот, допустим, явная причина. У этого смартфона все, казалось бы, хорошо, но проблема весь этот период тестирования была с селфи-камерой. Она не то чтобы не работала, а работала только не наводила фокус, то есть я себя фотографировал и был полностью размытый. То есть мне приходится додумывать, как она может работать, ждать какую-то прошивку. И, собственно, прошивку-то я и дождался, только сегодня мне скинули китайцы свежую прошивку, чтобы все обновилось. Но этот смартфон меня очень сильно удивил, как и удивил большинство других блогеров. Смартфон получился, мне кажется, очень удачный и если Meizu сделает все как надо, то у него есть большие шансы стать безумно популярным. Во-первых, ура, это флагманский процессор Snapdragon в смартфонах Meizu. Мы-то привыкли, что это Mediatek, либо Exynos. Постоянно компания экспериментировала, и здесь она вырвалась из оков вот этих вот странных нишевых процессоров. Это уже очень хорошо, и это колоссально сказалось на работе смартфона. Безумно быстрый смартфон, безумно быстро работающий интерфейс, хотя об интерфейсе можно говорить очень долго. У компании Meizu, мне кажется, здесь есть некоторые проблемы с интерфейсом. То есть концепция Flyme интересная, но реализация некоторых вещей весьма странная. Но начнем мы, наверное, говорить про дизайн смартфона. Я думаю, все обратили внимание еще на презентации, как преподносился этот смартфон. И когда я смотрел на презентацию Meizu, я думаю, вот она, вот она компания, которая здравомыслит. Вспомните вот этот момент, когда SEO компании показал просто картинку всех смартфонов 2018 года с монобровью. То есть я сразу думаю, наконец-то здравый рассудок хоть у кого-то демонстративно выразился, что компания действительно говорит, что посмотрите на это уродство. Все копируют эту чертову монобровь, а мы не стали ее копировать. И вот что получилось. Вот скажите, некрасиво? Безумно красиво. Вот как выглядит смартфон без моноброви. Вот так он должен выглядеть. Да, есть рамки сверху и снизу. Маленькие рамки, аккуратные рамки. Они выглядят замечательно. Смартфон берешь и просто любо-дорого. Даже камера сзади расположена хотя бы здесь, а не здесь. Но вы понимаете, о чем я говорю. Подобное расположение я видел у Pocophone. Подобное расположение у OnePlus 6. И неплохо выглядит, согласитесь. Если бы ее, конечно, перевернули, это было бы просто. Вот так это логично. Все симметрично, по центру и нормально. Следующий интересный нюанс заключается в сканере отпечатка пальца в экране. То есть можно по-разному к этому относиться. Удобно это или неудобно. Привычно или непривычно. С точки зрения технологии это интересно. То есть действительно необычно. Ты прикладываешь раз, все срабатывает. Причем работает довольно-таки быстро. Для технологии, которая появилась относительно недавно в конечных образцах смартфона, это действительно неплохо работает. Быстро работает. Нащупывать, конечно, приходится приглядываться. Потому что раньше-то это была какая-то выемка физическая. Мы ее находили с закрытыми глазами. Теперь с закрытыми глазами ты так просто не попадешь. Ну да, так раз, где она? Ага, попал. Ну а есть небольшой нюанс. Дело все в том, что на смартфонах со сканерами отпечатка пальцев я использую различные программы. И там тоже назначаю сканер отпечатка пальца. К примеру, приложение Клиент Банк. У меня вот Privat24. Там можно настроить вход в приложение при помощи сканера отпечатка пальца. И сейчас это дело не работает. Более того, получилась какая-то дичайшая дыра и уязвимость. Когда в настройках приложения я ставлю разблокировку приложения по сканеру отпечатка пальца, он говорит, окей, все сохранено. После этого я открываю программу. И вместо того, чтобы ввести сканер отпечатка пальца, он у меня просто открывается. То есть сразу раскрывается доступ к моим счетам, ко всем делам. То есть такое ощущение, что просто система запомнила мой сканер отпечатка пальца и использует его тогда, когда ему нужно, даже без моего ведома. Вот я открыл программу, она сразу открылась. На других приложениях я не стал проверять, но с точки зрения Клиент Банка я даже не знаю, чья это вина. На стороне Meizu, либо же на стороне самого клиента Privat24. То есть получилась полная небезопасность. Как это будет реализовано дальше, дальше в других программах. То есть нужно будет отдельно какие-то менюшки подводить для этого сканера, чтобы это все всплывало. Ну то есть пока вот так. То есть с точки зрения технологии удобно, с точки зрения реализации в некоторых программах еще все очень на зачаточном уровне. И другой вопрос. У этого смартфона разблокировка по лицу работает великолепно. Когда ты начинаешь ей пользоваться, ты задаешься вопросом, а зачем вообще сканер отпечатка пальца теперь нужен? Это заметил не только я. То есть получается есть и то, и другое, но такая интересная технология, как отпечаток пальца по экрану, становится ненужной. А ведь много усилий было сделано для того, чтобы это здесь работало. Восприятие смартфона в руках потрясающее. Реально потрясающее. Невероятно вообще все удобно. Он компактный, в меру компактный смартфон. При этом экран у него большой. У него великолепно выполнена вот эта вот огранка корпуса. Напоминает действительно 10 iPhone своей полировкой, своим вот этим вот металлом. Стекло спереди, стекло сзади. Кстати, Meizu утверждает, что заднее стекло выполнено якобы из нескольких слоев. И это сделано даже не для того, чтобы было практично, а чтобы как-то по-особому проникал свет внутрь корпуса и по-разному там бликовал. Хотя сейчас я не могу сказать, что здесь как-то бликует. Просто белый смартфон, да и белый смартфон. Но очень часто бывает так, когда вы берете в руку белый смартфон, там допустим Xiaomi белый, допустим Mi Mix 2S белый. И он выглядит очень дешманский в белом цвете. Вот этот смартфон в белом цвете не выглядит дешманским. Действительно, очень круто. Господи, мне сейчас будут, наверное, говорить, что я вообще рекламирую Meizu и продался его. Хотя это не так. Просто действительно первый смартфон Meizu, который меня торкнул до глубины души. И следующая тема, это в этом корпусе есть 3,5 мм миниджек. То есть сейчас рассказывать о том, нужно его оставлять, не нужно, не имеет никакого смысла. То есть раньше были какие догадки. Типа смартфоны становятся тоньше, нужно экономить на свободном месте. Поэтому люди отказываются от 3,5 мм миниджека и переходят на беспроводные технологии. Оказалось, все херня. Почему? Потому что даже вот с такой тонкий смартфон смогли уместить миниджек спокойно. И при этом сразу становится понятно, что другие компании от него отказываются просто для того, чтобы немножко поднять продажи новых аксессуаров, новых беспроводных наушников. Meizu, как компания, которая всегда отличалась очень крутым звуком в наушниках в смартфонах, все-таки оставила этот разъем. И мне кажется, это разумно. Потому что у самой Meizu до сих пор в продаже огромное количество неплохих наушников. Да и в целом армия людей, которые пользуются проводными наушниками и с таким еще и, скажем так, аудиодвижком в смартфоне, это оправдано. Теперь поговорим про софт, а саму Flyme. В чем проблема? Я всегда сравниваю Flyme с MIUI. И сравниваю понятно почему. Они чем-то идеологически похожи. То есть две китайские компании, у них вроде бы немножко разное видение, но были даже такие моменты, когда MIUI и Flyme были безумно похожи друг на друга. И здесь у меня есть еще большие претензии, как к Meizu, как и к Xiaomi. Это проблема с этими чертовыми иконками. Почему компания не может сделать какой-то единый стандарт отображения иконок, я понять не могу. Здесь есть настройка, которая якобы должна высвобождать отрисовку иконок в стиле Flyme и использовать родные иконки приложения. Нихера не работает, я это отключил. Все равно иконки все квадратные с маленькими миниатюрами. Есть квадратная иконка, есть круглая иконка, есть маленькая квадратная иконка, есть большая круглая иконка. Это все диссонирует. То есть казалось бы, возможно это придирка с моей стороны, но я это не могу терпеть. Мне это дико не нравится, это дико неудобно. И в некоторых случаях иконки некоторых программ, вот на них смотришь и ты даже ее открывать не хочешь. То есть идеальный инструмент для того, чтобы ограничить работу со смартфоном в принципе. Вот допустим смотришь на иконку инстаграма, она такая, что его даже открывать не хочется. Соответственно меньше времени в инстаграме проводишь и так далее. При этом родные иконки приложений Meizu выглядят потрясающе. То есть здесь поработал дизайнер, там графика часов, календаря, галереи. Все очень аккуратно, красиво. А вот для сторонних приложений влепили просто вот такие острые квадраты. Внутри миниатюра приложения, ну не очень хорошо. Оставить сюда сторонний лончер тоже не очень хочется. Потому что все-таки родная оболочка Flyme будет о себе постоянно напоминать. Там уведомлениями и прочими вещами. Кстати о уведомлениях. Очень круто реализованная штука бегущей строки. Когда вам приходит уведомление, вы его долгое время не открываете. Даже при работающей другой программе у вас появляется сверху такая маленькая бегущая строка. И здесь показывается сообщение, которое вы пропустили. Очень необычно выглядит. Экран. И на нем здесь тоже не сэкономили. Хотя немножко напортачили скалибровка экрана. То есть в целом, когда смотришь на него, все великолепно. Контрастный, яркий. Но в некоторых ситуациях объекты выглядят не всегда естественно. Бывает такое, что рассматриваешь фотографию с голубым небом. А она прям такая, как будто вся в HDR. Это трудно передать. Я думаю, что калибровку экрана поправят еще к финальному релизу. Видите, как получается. Смартфон-то будет в продаже официально вот в этом месяце, в сентябре. А сэмплы попали к обзорщикам еще где-то за месяц ранее. В этом большая проблема. Мизу они выдают сэмплы журналистам, которые финально еще не готовы. То есть сырая прошивка, там что-то недопилено, там что-то недопилено. И очень тяжело воспринимать этот продукт. Остается только надеяться, что во время старта продаж он будет прям завершен и хорошо работать. Я очень надеюсь, потому что это один из немногих смартфонов, которые я действительно жду в финальном образце, чтобы посмотреть, как оно работает. Две фишки, которые отличают этот смартфон от других китайских смартфонов. Вот эти вот мелочи, которые для меня очень важны. Первая мелочь это вибродача, тактильная отдача, которая работает в некоторых элементах интерфейса. И вообще вибрация от этого моторчик фирменный, он просто потрясающий. Просто потрясающий. Ни один андроид-производитель до сих пор не может сделать такого же качества вибромоторчик. И также грамотно его интегрировать в систему. Когда ты какое-то меню открываешь, у тебя такое подстукивание идет. Когда ты какие-то списки листаешь. Когда просто клавиатуру печатаешь. И у тебя вибра вместе со звуком четко отрабатывает. Это безумно приятно. Это целиком и полностью меняет восприятие о устройстве. Второе это звук динамиков. Он здесь тоже очень крутой. Здесь хорошие стереодинамики, которые отлично звучат. Я сказал две фишки. На самом деле фишки не две. Я бы даже отметил еще третью фишку. Это качество микрофона во время записи видео. Это большая проблема большинства смартфонов на андроид. Даже не только бюджетных смартфонов. А вообще. Видео может писаться классно. Но как только дело доходит до записи звука. Это просто ад происходит. Это проблема допустим смартфонов. Все умеют. Все это знают. Здесь звук пишется потрясающе. Звук снимает просто великолепно. Снимать инстаграм истории. Что-то говорить. Либо просто снимать видосы для самого себя. Звук четкий, чистый и глубокий. Камера. Как я уже сказал в тестовом образце. Я не могу вообще оценить качество селфи камеры. Потому что есть проблемы. Но основная камера. Прям показывает. Что есть такие крутые задатки съемки. Что даже некоторые смартфоны. Флагманские на андроид. Могут как бы потерпеть. Потому что фотографирует очень круто. Смартфон. И днем фотографирует круто. И ночью великолепно фотографирует. Вот просто без шуток. Фотографирует классно. Видео пишет тоже неплохо. Однако есть некоторые ограничения. С точки зрения разрешения и стабилизации. В тестовом образце проблемная стабилизация. В любом случае я предлагаю дождаться уже финального образца этого смартфона. Коммерческого. И снять отдельный обзор про камеру. Возможно сравнение с другими смартфонами по камере. Потому что я считаю что. Эта камера может побить многие смартфоны на рынке. Включая Xiaomi и другие компании. Конечно же мы сейчас не сравним его с Galaxy S9+. С пикселем либо же с Huawei P20 Pro. Но с iPhone в легкую тягается. С самыми флагманскими. OnePlus с флагманским каким-нибудь Xiaomi. Тоже вообще сможет спокойно потягаться в детализации. В некоторых сценариях. Возможно даже и жопу нарвет. Аккумулятор 3010 мАч. Вот реально хотелось бы побольше. Но даже с этим показателем неплохо работает. Да, время работы экрана не потрясающее. Максимум чем не давалось выжать из этого экрана. 3,5 часа активной работы экрана. Если прям там накрутить энергопотребление. Ну 4 часа экрана выдержит. В принципе это стандартный показатель для современного смартфона. То есть где-то в 8 утра снимаете зарядки. К 8 вечера у него остается где-то процентов 15. Бывает 10. Это я говорю про свой опыт использования. Очень активный опыт использования. Постоянно музыка, YouTube, социальные сети, мессенджеры. Вечерком какая-то мобильная игра. Ну вот так и получается. На больше рассчитывать не приходится. Возможно Meizu в скором времени сделает плюс версию этого смартфона побольше. Это будет как бы классический ход. Как у айфонов, как у Galaxy. Стандартный смартфон держит так себе. Плюс версия с увеличенным, банально увеличенным аккумулятором. Держит дольше. Вот как бы вся правда жизни. И самое что интересно, если смотреть на ценник этого смартфона, то понимаешь, что Meizu живет в каком-то своем параллельном мире. То есть с одной стороны у нее есть конкуренты, она это прекрасно знает. С другой стороны цена, она какая-то нестандартная на этот смартфон. Очень нестандартная. То есть она забегает и в высокий ценовой сегмент, и по своим характеристикам борется со смартфонами Xiaomi, которые стоят дешевле. Но в любом случае, мне кажется, что цена здесь в какой-то мере оправдана, потому что у этого смартфона есть какая-то своя изюминка и такие вещи, которых нет у других смартфонов. Это нестандартный, это не типичный смартфон, который клепают каждый месяц новые. Здесь компания действительно постаралась и постаралась хотя бы сделать этот смартфон не похожий на другие устройства, за что уже стоит отдать, сказать, спасибо. В общем, ребят, вы знаете, что делать. В комментариях жду ваше мнение. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Кстати, в Телеграме вышел новый выпуск подкаста. Послушайте обязательно. Всем пока.